Привет, пацаны! Сегодня 9 февраля, уже началось открытое бета-тестирование легендарной игры For Honor. И, короче, фишка в чём? Поставил я на закачку вчера, думаю, за ночь скачаю. Где-то поставил на закачку в 10 часов вечера, ну в 22 где-то 05-10, вот так вот. Думал, за ночь скачаю. Сейчас полдесятого, 9.30. И грёбаный мой белорусский интернет так и не скачал. Сейчас я вам посмотрю, сколько оно за это время скачало. То есть с 10 вечера того, вчерашнего дня, до 9.30 утра. Вот, видите, какая топовая скорость идёт. И вот сколько оно скачалось. Я, ну я боялся, что половина скачается. Думал, за ночь не скачается. Но, видите, блин, грёбаный интернет. Вот такое вот говно происходит. И дело в том, что если лажу по компу, по сайтам, дико тормозит. И что я решил сделать? Я решил зайти на сайт моего провайдера. Ну, кто в Минске живёт, знает такой есть провайдер. АДСЛ. Ну, нормальный интернет. Ничего такого плохого. Ну, есть косяки, но это у всех. Техподдержка хорошая, пацаны. Техподдержки, респект. Вам помогали. Я звонил по всяким проблемам. Тут же всё исправляли. Респект. Красавцы. Но у них, как назло, так, сейчас, вот на сайте тоже опять полчаса коннектчусь. Потому что, видите, у меня трафик занят скачкой игрой. И даже меньше трети скачалось. То есть игра весит 18,5 гигов, а я 4,7 скачал. Ну, короче, мне кажется, не судьба мне попасть в первый день бета-тестирования. А что такое бета-тестирование в игре For Honor? Это, вот представьте, вас, как бы, забирают на фронт, на передовую. Но перед этим вы идёте в карантин. Там вас обучают. Вы там тоже всякие строевые проходите, владения топорами, мечами, щитами. И вас все это обучают. Там всякие спарринги, ну, чтобы уже всё к релизу вас подготовить. И вы уже были полноценным военным. Но не тут-то было. Женёк не попадёт в первый день, блин. Вот, пишут, технические работы, связи с плановыми работами на сети, по-та-та-та-та. 8 февраля с 10 вечера, вот как раз, когда я хотел скачивать, до 9 февраля, сегодня 9 февраля, до 7 утра 9 февраля. Возможно, ухудшение качества. Вот, блин, это, конечно, западло. Просто жопа, блин. А прикиньте, сейчас идёт всё. Бета-тестирование, там кому-то голову топором проломали, кому-то кромкощита по рёбрам дали, переломали. А тут я сижу, как бомж, и видно, мне сегодня не светит. Но там идёт бета-тестирование с 9-го, по-моему, по 12-го, потом 13-го идёт перекур, но, знаете, чтобы собрать вещи, там вот эта последняя ночь перед войной люди собрались, и всё, и 14-го всей гурьбой хлынуть. Ой, блин. Короче, вот такие дела. Сейчас вообще покажу, кто не знает новичкам, что за интернет. Говёный интернет, как, не знаю, в средних веках, и то, наверное, лучше было. Я вот даже думаю, если вот взять картошину, обычную картошину, сунуть сюда провод, обжать и в сетевуху подрубить. Она больше даст интернета, чем вот этот вот всякий провайдерский. Вот обычная картошина, только надо обжимник взять и вот эту обжать, короче. Всё. Сейчас вы бачите. Там вот, блин, идёт модем обычный говнянский. И, ой, как там, роутер, я не помню, чтобы вай-фай в хате был. Там миллиард проводов, вот они идут под ковром. Сейчас, вот, вот, вот он белый идёт. Так, сырки мои. Вот он идёт, 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 вот видно. Ну, наверное, на видеоконии не увидите, такая неровность. В ковре, вот, 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 вот. Опа, провод выходит. Пошёл туда под дверь. Сейчас откроем. Так, Свет. И вот он туда тоже. Туда пошёл. Опа. И в телефонную эту шляпу выходит. А телефон тут. Вот такая вот средневековая система. Блин, когда люди уже там чуть ли не в космос летают одним глазком, озаряя планету, а мы сидим бомжуем. Вообще, белорусский интернет, он ненадёжный. Качество не очень, ну, я бы сказал, такое фиговенько. И дорогой. Вот это, конечно, да. Ну, не все, конечно. Есть дома, которые уже нормальные. Вот это оптоволокно подрубили. Там хорошая скорость. Вот как у дружбана моего в соседнем доме. Но много домов не подключено. Даже в центре города и то есть дома вот такая. АДСЛ-система вот эта. Тупая, средневековая. Даже я помню, сейчас вам покажу. Я не помню, в каком году, в начало нулевых. Ну, когда вот это шло всякое. Варики третьи, Вова выходили. Покупал я карточки. Атлантелеком. У меня их вообще миллиард. Целая коробка. Зачем я их сохраняю? Не знаю. В шпарке домовик какой-то или что это. Да. И тут стирался код. Вот, он стёрт. И где-то там писалось на сайте, я не помню. Ну и давали там 10 тысяч рублей. А, это да. Интернет единицы эти. И вот такие вот дела. Сейчас ничего не поменялось по сути-то. И до сих пор не могут мне гады подвести нормальное это волокно, чтобы хороший интернет был, чтобы хорошая отдача. У чуваков, вот, у многих, наверное, кто из вас там, я думаю, 18 гигов у вас там за минут 10 скачается. А у меня, прикиньте, даже за ночь не скачалось. И то я, я думал, блин, половину скачает. То есть, для меня, если половина скачки была, это трагедия. Потому что, ну, я рассчитывал, что за ночь скачается. Ну, нет, нифига. Эти грёбаные техработы, грёбаный интернет. И в карантин мне сегодня не попасть. А я так думал, что кому-нибудь башку проломлю мечом. Ну, или топором, скорее всего, мечом. Потому что я пойду... Ладно, не будем забегать вперёд. Вот такие вот пока новости, друзья. Не знаю, как вот эту видюху заливать. Но если вы уже зазырили, значит, каким-то макаром я её залил. Так что, блин, обломно, немножко обломно. Утро началось с обломов. Но мы не будем расстраиваться. Возьмём себя в руки. И увидимся в следующих видосах, друзья. А, кстати, забыл сказать. Можете зайти на мою страницу ВК. Зазырить креативное произведение. Где мы ждём вместе с Ждуном релиза For Honor. У меня на стене. На новую запись прикреплённую. Увидите, зазырите. Всё, друзья. Подписывайтесь на канал. С вами был Женёк. Берегите себя.